всем привет всем здравствуйте сегодня у нас презентация новой коллекции называется руд кос очень красивая нежная выбеленная коллекция по мотивам коллекции которая у нас выходила 4 года назад точно также в январе только немножко другая гамма потом и вы знаете что мы сейчас меняем кардинально базовый ассортимент последние два года и очень много цветов два года назад вышло у нас из ассортимента они исчезли и мы сейчас потихоньку за вот два года восполняем потери скажем так и сегодняшняя коллекция это как прям база фундамент это то что у нас наши клиенты потребляют постоянно и часто смотрим коллекцию сегодня у нас будет много росписи мы сегодня будем в основном все делать без декорации сегодня будут с вами рисовать выглядит вот так эта коллекция красиво правда мне тут после предыдущего эфира бардак саша дам не пожалуйста чистый лист бумаги сейчас мы обратно положим давайте коллекцию грязный стол дамить или чистый лист бумаги сейчас я сложу и обратно открою вам сейчас я быстро сделаю выкраску чтобы вы оттенки посмотрели и мы перейдем с вами сейчас я вам покажу что у нас за дизайн и сегодня сейчас спрячу здесь безобразие у себя все теперь красиво вот так дизайны показываю что мы сегодня с вами будем рисовать смотрите я вам сегодня предлагаю сделать вот такую композицию няшечную прямо знаете это когда на эту коллекцию посмотрела первое первое что пришло в голову хочется какой-нибудь няши вот а вторые два кардинально по-другому это такое знаете дизайн стиле примитивизма потому что когда смотришь на такую пастельную коллекцию почему-то хочется еще сделать варианты дизайна в стиле таких вот архаичных примитивистских вариантов дизайна вот это то что мы сейчас с вами постараемся сделать потому что перед этим я успела уложиться надеюсь и с вами тоже мы успеем и так делаю первая выкраску понятно чем хороша коллекция когда мы покупаем набором самое главное это то ради чего стоит успеть купить коллекцию в наборе это конечно же коробочка потому что у нас не просто коробка а это у вас система хранения да раньше у нас коробочки были где у нас гель-лаки лежали эта коробочка тоже красиво у вас где-то на столе лежала то сейчас мы еще решили чтобы она стояла что можно закрыть крышкой а можно в принципе оставить вот так да и есть возможность наклейки я уже наклейки приклеила так как у меня был уже это уже второй обзор за сегодня идет вот понятно что внутри у нас идут наклеечки это тоже очень удобно то что есть наклейки потому что можно сделать вот такую цветную выкраску она очень хорошо продает правильно чем мы просто скажем у меня новые оттенки они у вас там висят где-нибудь на ложечках ой на цепочке классно когда два ряда глянец матовый вот я считаю что клиенту нужно постоянно что-то новое предлагать радовать ее потому что все женщины они все равно такие вот сороки любят что-нибудь новенькое то у них наверное любимая фраза есть что-нибудь новенькое и новенькое как раз может идти через презентацию каких-то новых услуг да но новые услуги постоянно предлагать в маникюре очень сложно правильно а вот каждый месяц предлагать какую-то новую подборку оттенков или декорации вот через это очень легко фокус внимания клиента к вам постоянно привлекать так номер 477 классический выбеленный розовый оттенок шикарный следующий оттенок персиковый тоже выбеленный понятно что как белый цвет мы накладываем два слоя невозможно белый цвет наложить в один слой не ну конечно можно вот но я считаю что это будет все равно толстые тогда тарцы день подтеки будут вот я сейчас кладу в один слой такой же дязьки делать два тонких слоя 476 номер это то чем клиенты постоянно любит покрывать этот процент клиентов очень большой кто любит не жнять и но вот такую их но нице какой сейчас тренд оранжевые цвета там зеленые им без разницы оттенок 478 тоже желательно в два слоя да но мы его сейчас нанесем в один слой 478 прям выбеленный выбеленный все правильно 476 очень похож цвет года но не прям один в один он все-таки более выбеленный но очень так 481 красивый выбеленный голубой такие ушки и меня почему-то пилок нету пилки куда-то тоже засунула и в упор не вижу мне что него 10 лежали сбоку и куда я их делая не вижу так ну не обессудьте ведь у меня ложки с дурацким краем надо подпилить найди мне пожалуйста что еще два цвета перекрывать очень красивый голубенький так очень необычный оттенок пыльный но пыльные не серые а вот он такая грязная лаванда это знаете как берут мадженту синий добавляют и черный получается вот такая пыльная история красивая это тоже очень часто потребляемая штука красивая симпатичная 479 это и не белый и не серый и не лавандовый и не розовый вот ну и конечно же серый какой сюда еще оттенок просился серый потому что серый цвет виде гель-лака и в одежде не сдает позиции вот который год все равно у нас очень много серых вещей с вами да все равно из года в год особенно в осенне зимний период постоянно покупаем с вами серые вещи ну и производители любят производить масс-маркет серые оттенки и конечно гель-лаки серый оттенок не будет никогда лишним вот в этот раз это очень выбеленный серый красивый еще раз напомню вся коллекция можно купить будет поштучно это примерно после 23 уже будет доступно конечному потребителю сейчас идет отгрузка этой коллекции сегодня я сделала для вас только презентацию фотографируйте вот оно название можно оставлять предзаказ если вы работаете с менеджерами по работе с салонами красоты если нет просто будьте внимательны у меня в stories смотрите в stories здесь в аккаунте реклама она появится о том что продукт новый появился в продаже сейчас я предлагаю вам сделать дизайн с этими вариантами и первый не знаю почему он сразу захотелось поработать с бархатным песком с такими сердечками я сейчас один вариант из этих трех сделаю это просто к ним пары как вы видите катя вы выпустить цветные топа много у кого есть но хочется вашей фирмы да выпустим я бы не сказала что много у кого есть цветные топы практически не попадаются потому что их сложно производить чтобы они выравнивались что например сделать зеленый красивый топ это надо еще суметь сделать или сделать красивый лавандовый топ так ну ладно я отвлеклась будет девочки цветные топы будут сейчас мы с блестками очень много экспериментируем выпускаем но я цветные уже намешала будет красивая коллекция не знаю будут ее выпускать коллекции или выпустят все таки эти цветные топы поштучно посмотрим не будем загадывать габриэль слушая спросил девочек у них здесь есть серый из бокса габриэль потому что я знаю что у меня дома габриэль но может у них здесь есть габриэль все таки сейчас девочки я посмотрю потому что у меня по моему габриэль был дома на работе у меня его нет сейчас найду если что так предлагаю сделать на голом типсе дизайн то бишь без фона вот просто камуфляж для этого мы возьмем новый гель который тоже скоро поступит продажу для вас для мастеров сейчас его только отгружают в регионы и в интернет но тоже где-то примерно после семнадцатого там после двадцать пятого короче где-то вот так вторая половина января скоро будет в продаже так чтобы было видно что я рисую я обычно беру добавляю что-нибудь светленькое сюда чем-нибудь из испачкать точно а выкраска не выкраска самое главное нужно может у них все-таки есть выкрашенный габриэль так и рисуем сердечки тем более да перевыпустим твине девочки у нас очень большая номенклатурная линейка и так как сейчас изменились сырьевые компоненты почти у всех продуктов из-за того что многие заводы производители например сейчас не работают с нами все понимают почему и очень много времени сейчас занимает чтобы найти альтернативы от тестировать вот с теми же твине я тупо не могу найти блестки все даже не представлять какой-то просто капец всю жизнь закупала для твине у одного и того же производителя блестки сейчас он не ну тут этот производитель в принципе работает с нами он не производит просто эти блестки все остальные растворяются это бесит так нашла о супер сейчас я вам сравню девочки посмотрите опять же серых много не бывает и считаю серые вот у меня даже в дизайне расход самый большой у меня всегда серые оттенки очень быстро заканчиваются в гель-лаках слушайте а кто помнит девочки я банку мульти дизайн гель мультипл открывала я ж такая могла джеймте клер открыть по ошибке саша меня надо покормить у меня аж это люди по моему сушит как бурчит мой желудок так сделали с 30 секунд 15 секунд если это стемпинг ну я сегодня упор на мультипл не буду дизайн делать кто не был прошлую пятницу обязательно посмотрите был классный эфир я очень работала много новым гелем для стемпинга это офигенная штука для стемпинга посмотрите как классно можно прокатать этот гель и отпечатать фольгу посмотрите как круто получается потому кто пропустил эфир обязательно посмотрите сегодня я его просто добавила что я хочу фольгу отпечатать как раз кстати посмотрим как отпечатывается фольга на него если мы добавили туда гель-лак чуть-чуть я видите я для цвета гель-лака добавил но в принципе я считаю что отлично все параметры не сильно липкости изменились все хорошо потому что не всегда прозрачным гелем комфортно рисовать поэтому нужно в него что-то добавлять для цвета чтобы видеть что ты делаешь так и часть сердечек сейчас я предлагаю сделать такими пушистыми объемными как из ткани вот а часть сердечек будет просто глянцевыми вот но это круто смотрится когда матовая не знаю мне я считаю что этот дизайн делать нужно на матовом фоне видите мультипул гель у него уникальная дисперсия и вот в отличие от черного тюльпана получилось сделать его более совершенным он прозрачный в отличие от того же принт код геля имеет прям клеевую основу вот если руки случайно испачкать вы поймете такое ощущение что вы испачкались действительно в клей что это никакой не гель а это клей который просто полимеризуется в лампе вот поэтому после высыхания у него офигенная клеевая основа на которую очень здорово приклеивается фольга поэтому первую очередь мы создавали продукт для опечатывания для стемпинга нам очень важно было сделать для стемпинга то чего сейчас у многих не хватает я например обожаю фольгу вот но не люблю пигменты вот я считаю что все равно фольга дает тот эффект который пигментом вы все равно никогда не добьетесь вот все равно пигмент дает красивый но такой чуть-чуть светится фольга дает идеальный просто эффект металла в общем ладно не будем сейчас на этом гель и останавливаться так предлагаю часть сердечек разукрасить возьмем давайте оттенки какие до розовый пусть у нас будет из этой коллекции 477 возьмем голубенький из этой коллекции там голубенький и я вот еще персиковым рисовала 476 и мы сейчас часть раскрасим и покроем глянцем а часть просто покроем глянцем а бархатный песок будем делать уже после хотя можно было бы гель-лак сделать до финиша ну так как я с вами много болтала я по запаре взяла и покрыла топом ну ничего страшного все равно сердечки я предполагала сделать глянцевыми плюс нам контур нужно чтобы опять блестел у фольги перед бархатным песком надеюсь вы не слышите голодный мой желудок как у меня бурчит все у меня эфир по моему вылетел проверь у меня сел телефон показывает давай быстрее за зарядкой потому что сейчас он будет тупить за это контакта не люблю как только показывает заряд низкий он раз и завис так давайте подсушим сушим сушим все хорошо он видимо что-то контакт все-таки сделал со своим приложением и она у них работает так сушим 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 так каких сердечек еще добавить давать это будет глянцевый так теперь берем ты класс ты классом сейчас прокроем все эти сердечки чтобы они у нас и заблестели снова контуры у этих сердечек но здесь потому что и гель-лак еще и чем еще кстати multiple интересен даже если мастер вообще никогда сроду не отпечатывал эту фольгу даже у начинающих вот благодаря вот этой клеевой основе офигенно отпечатывается а литье какое классно получается вообще сплошняком если в общем это моя новая любовь а вы знаете как я люблю работать с фольгой а сматывай фольгой как классно работать а сматывай вообще смотрите просто офигенная офигенность но мы еще я сейчас буду много сейчас очень много вышло новинок хоть каждый день выходи в эфир но к сожалению каждый день нет смысла выходить как показывает практика так здесь я просто сейчас делают цветной но можно полностью не перекрывать не смысл а сейчас просто контур сделать обратно блестящим не было бы конечно такой замороченности если я просто решила оставить глянцевый топ вот мне нравится как это на матовом потому что если еще часть ногтей сделать полностью бархатным песком да а часть покрыть матом вот эти пастельные цвета они вообще прям обалденно получаются будет ли хвост русалки в продаже да будет скорее всего потому что мы то его и так закупаем потому что он у нас во многих колеровках участвует я его много куда добавляю для производства оттенков вот поэтому я думаю что будет просто временно нет пигменты сейчас тяжело доставлять самолетам это вообще проблема они плывут морем и плывут они откуда-нибудь с индии с пакистана и либо с китая потому что самолетом можно перевозить но это целый геморк что это порошок вы же понимаете с чем ассоциативный ряд может быть так берете любой скульптурный гель у меня под рукой нет скульптурного геля поэтому я возьму джемте клер но вообще тратить на это джемте клер не кайф вот но бархатный песок на гель лак к сожалению нельзя делать но когда очень хочется да и нет под рукой нужного оттенка краски да то я беру гель лак но для этого я просто намешиваю его с каким-нибудь скульптурным гелем и только после этого на вот эту консистенцию получившуюся засыпаю бархатный песок получается очень хорошие эффекты результаты шелковую втирку пожалуйста верните слушай сделай скрины сообщений которые сейчас есть отправь в группу маркетинг я всегда слегка на контур захожу чтобы тоньше казался гель лаку ему чего не хватает для бархатного песка ему не хватает вязкости густоты что было куда прилипать песку жиденький как водичка цветной гель лак чем самый густой гель лак он все равно жидкий вот а так как ассортимент красок сейчас маленький поэтому я стала вот в такой технике делать так наша ниженятинка все и теперь берем бархатный песочек берем коробочку жидкие камни если жидкие камни гель да идеально кстати я что-то забыла блин а у меня он есть я тут трачу свой джемте гель я же джемте гель понимаете берегу это же продукт все равно ну как бы не дешевый так все сушим я забыла прикиньте он причем у меня есть этот жидкие камни гель я забыла совсем да так теперь вариант мне очень понравился я сегодня вдохновилась керамикой сейчас я вам покажу что мы следующее будем делать смотрите вот такой примитивизм очень круто смотрится на оттенках вот такой пастели приглушенной и мне очень понравилась вот такая керамика смотрите тоже на приглушенном оттенке оттенки пастели будет офигенно смотреться так здесь у нас в принципе уже все финал что мы в конце делаем берем щеточку с вами и че и часть сердечек у нас глянцевые часть матовые они такие хорошенькие хорошенькие смотрите как няшка скоро как раз 14 февраля вот и получилась такая композиция у нас фотографируйте композицию и часть ногтей будет с покрытием а часть с сердечками так сфотографировали можно убирать все поехали предлагаю вариант примитивизм сделать на таком красивом оттенке 479 это который и не серый или не лавандовый а кстати мне же принесли габриэль кто спрашивал отличаются оттенки в габриэль получается цвет более холодный и более белый сейчас я сломала ложку получается в габриэль серый он более мышиный вот и он чуть светлее вот видно он чуть-чуть светлее а здесь он чуть темнее хотя тоже машины ну в общем этот просто светлый этот темный получается если взять все серые оттенки габриэль самый светлый серый но к сожалению его нет в ассортименте поэтому вот этот цвет сейчас будет самым светлым вот но я всегда говорю серых много не бывают девочки их все равно быстрый расход так покрываем чудесно 479 тоже сейчас я постараюсь в один слой нанести чтобы повторно не наносить сушим здесь прикольно какое-нибудь слово надпись добавить до чтобы вот эти потеки пошли как бы в нахлёст ну здесь как раз у нас есть цвета нам понадобится 336 белый топ слайдер и база эми лак вот это жиденько необычное сочетание я вот так вот не в жизнь бы не догадалась что это может красиво смотреться вместе вот ну на кружечке мне очень понравилось как низ с верхом дружат и вот эта надпись поперек интересный такой вариант так надпись чтобы хорошо приклеилась сейчас мы тегласом пройдем сушим 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 сейчас мы приклеим а второй вариант будем делать на персиковом цвете смотри сколько мне ехать куда мне ехать по времени может ты такси сразу вызвала сушим 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 суш прям горизонтально надпись по центру и матовым топом перекрываем но можно было бы сделать рисунок до этого без разницы короче сверху топа под топом я бы это делала не имеет значения потому что потом я буду джемте клер все это перекрывать скажи девочкам чтобы тише либо закрой дверь начались сейчас покусаю просто всех не ржут как кони бесят меня кисточку побольше так и поехали где сделаем волну чуть длиннее берем белый гель-лак как основу я кстати до этого этот тип с другим способом показывала но поняла что он неудобный поэтому вам уже показываю модернизированный более быстрый все делаем такую одну тоночку беленьким все прошлись сушим теперь берем синий гель-лак смешиваем с базой эмилак сейчас комментарии не читаю я рисую сейчас сделаю а то у меня массаж девочки еще до массажа надо ехать а я еще ничего не кушала сегодня так и топ слайдер так топ слайдер мы сейчас наносим на белый гель-лак не просушивая топ слайдер начинаем делать какие-то разводы какие вам хочется но здесь по краю можно такие голубые сосредоточить разводы сюда например сильно не лезть кутикуля так не пошли так 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 Порисуем, оно просто очень красиво начинает растекаться. Необычное сочетание. Нужно вот такие движения добавить. Все сушим. Хотите, вот еще раз посмотрите. По-разному можно сделать, мне вот так проще всего. Можно еще даже пройтись по-сухому, вот здесь прям чисто синим гель-лаком. Добавить больше этого синего. Все сушим. И теперь берем, можно тоненько сделать теклосом, а дженте клер только налить в самый край. Это быстрый дизайн, кстати, видите, получился. Вот я до этого в инстаграм выходила, показывала. Я пошла чуть-чуть более геморройным путем. Мне кажется, жирноватый, жирный такой дизайн получился. Здесь сейчас чуть-чуть поаккуратнее будет, не так толсто. Все сделали. Теперь берете дженте клер. И сделаем сейчас небольшой объемчик, прям только по самым краям. Такое у нас сегодня, видите, одни дизайны няшечные с сердечками. Это такой стиль примитивизм, я называю, где-то даже архаика. Можно даже, кстати, было теклос не сушить. Надо было сразу сравнять с теклосом, хотя вот так тоже неплохо. Все. Еще раз напомню, сегодня у нас презентация новых оттенков гель-лака новой коллекции. Так, здесь у нас вот такая пара получилась. Так, и вот такой прям откровенный примитивизм. Смотрите, как милашно смотрится вот такое деревце, которое под керамики. Смотрите, какая милота. Так вот смотришь, думаю, господи, господь, господь. Что ж так неаккуратно по-детски? На самом деле, это вот такой стиль, очень подходит для мастеров маникюра. Кто любит рисовать, но, например, рука не очень поставлена на какую-то реалистичную живопись. Тем более, этот стиль сейчас популярный последние несколько лет не только в ногтях, а в интерьерном оформлении аксессуаров, производства посуды, декорирования керамики, плитки. А, я же сделала уже персиковый цвет, он же у нас уже есть. Так, предлагаю работать прямо на матовому топу, поэтому просто перекрываем матовым. И весь рисунок делаем сверху матового топа. Делаем все вручную. Сушим. Здесь нам понадобятся тогда эмпасты. Синий, желтый, черный, белый и коричневые цвета эмпасты. Это у меня, видите, новые баночки. Сейчас эмпаста производится в больших баночках, ее просто не полную кладут. Вот, белый рафинад. Азурблю. Напомню, краска без липкости, поэтому ее можно рисовать сверху любого финиша. Так, ну и так далее. Короче, эмпаста. Еще раз, кто не сфотографировал номера новой коллекции, фотографируйте. Она сейчас продается. Будет продаваться после 23 числа поштучно и также в наборе с красивой коробочки. А здесь можно, кстати, не на весь ноготь сделать большое дерево, а давайте здесь делаем маленькое. Слушайте, это коллекция промежуточная. Я, как всегда, мы очень часто именно, я не знаю почему, в январе всегда делаем пастельные цвета. Вот сколько я себя помню. У нас постоянно выходят светлые коллекции. Вот вы заметили. А потом уже в феврале выходит весна-лето, как положено. Локомотивная основная коллекция, на которую мы делаем основной упор. Она будет яркая, сочная. Вот, это у нас просто январская коллекция. Вот. 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 Вот, это у нас просто вынесена все вероятность. Такие деревья смешные, как из детского мультика. Подсушили, видите, чуть по-другому сделала, я здесь на весь ноготь сделала, еще здесь вот такое название приклеила, сейчас мы к нему пару сделаем, дерево чуть поменьше, что, а где ее можно подсмотреть? Так, смотрим еще раз, я сегодня вдохновляюсь керамикой, смотрите, как прикольно. Это мы с вами уже сделали, сердечки мы с вами тоже уже сделали, и сейчас делаем с вами вот такой примитивизм. Так, оттенок здесь интересный, такой бирюзовый, но его в импасте нету, я вот похожее сделаю, пардон, что уже на себе развожу, потому что мне некогда это делать на палитре. Мне уже надо быстрее, быстрее, мне же массаж меня ждет. Ну, такое вот подобие, голубо-бирюзовый оттенок. Мне здесь просто, видите, вот эта архаика, чем нравится? Синий, голубой, коричневый и черный. Прикольное сочетание. А, где про коллекцию, ну, уже сейчас тизеры пустят, да, либо уже пустили, если вы у меня видите. А что, сегодня тизер весна-лето выложили мне в сториз? Ну, глянь. Ой, ну, такая коллекция, девочки, классная вообще, ну, по контексту. Ну, и цвета классные, еще не выкладывали. Ну, не знаю, где вы видели, коллекция будет, конечно, кайфовая. У нас такие классные модели, такие дизайны, съемка вообще такая офигенная получилась. Кто любит эстетику, вам зайдет. И здесь вот такие листики разбросаны. Очень быстро, легко рисуются. Прям берите на заметку, сейчас, когда весна-лето начнет, да, сейчас даже, в принципе, может быть такое. Короче, не знаю, где вы весну-лето уже видели, но мне что-то кажется, рано для тизера. Скорее всего, кто-то пишет, дайте я посмотрю, Дарья Емельянова, где это ты видела? Мне кажется, это с чем-то другим перепутала. Так, сейчас же январь у нас. Январь. Так, сушим. Синенькие, теперь точечки. Синенькие точечки. Такие смешные. Разбросанные. Тоже необычное сочетание. Все, и сейчас мы еще добавим коричневые точечки. Будет хорошо. Пап, ты что? Думала, что это папа пришел. Да, дочка, привет. Слушай, отвези меня на массаж, пожалуйста. Что ты делаешь? Да вот сейчас я уже заканчиваю. У меня час свободного времени есть. Ну точно я тебя не сильно напрягаю? У меня через час на беге. Сейчас у меня. Так, и коричневые точечки ставим. И вот прям я называю архаика. Прям такая архаика. На остальных ногтях можно каких-нибудь примитивных птичек, например, нарисовать. Прям тема такая темская будет. Смотрите, здесь, если рассмотреть, здесь такие есть дурацкие примитивные птички. Будет тоже прикольно. Все, сушим. И на этом наш эфир подошел к концу. Давайте сейчас подведем итог. Смотрите, сколько всякой сегодня штуки прикольной. Да, это вот как могут вдохновить цвета. Сегодня меня вдохновили именно цвета на такие дизайны. Когда хочется что-то найти, что-то такое прикольное. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...